В данном материале мы с вами разберем, как необходимо правильно извлекать данные из глобальной информационной системы по биоразнообразию и научимся ориентироваться в пакете с этими сведениями, извлекая из них то необходимое, что нужно вам для последующей работы. Мы находимся на главной странице JBIF и давайте попробуем на примере любого таксона, который может быть территориально очень далек от текущего вашего местоположения, выгрузить материал. Возьмем достаточно широко распространенный папоротник. Вы можете сориентироваться либо в прямом поиске, либо сразу ограничить его таксономическим пониманием того ключевого слова, которое вы ввели, и сразу перейти на род Pteris. Слева у нас отображается систематика данного рода, но вы, к примеру, не ищете какой-то конкретный таксон, а хотите сориентироваться по карте. И, к примеру, на территории Юга Африки хотите определить, какой же здесь находится вид, либо несколько видов. Для этого можете выбрать варианты слоев карты, то есть более точечный, тогда когда массово распространен вид, либо если это редкий вид, то достаточно включить с шестиугольниками, и можно будет на карте уже видеть его место распространения. Можете также сориентировать слои на любой другой вариант отображения, который более удобен, нагляден и вам предпочтителен. Далее мы выбираем на карте то место, которое нам необходимо, либо, опять же, повторюсь, можно выбрать конкретный таксон слева в системе рода. Мы кликаем по Югу Африки. Переходим во все записи, которые находятся на данной территории, выбираем карту, масштаб делаем с измеримым тем предпочтением, которое вы хотите, и в данном варианте мы выбираем, либо на большой карте, либо для удобства можно включить слева, ту территорию, которая вам необходима. Выбрали эту территорию, затем переходим во вкладку таксономия. Опять же, этот вариант, если вам не нужна территориальная привязка, вы можете упустить, выбрав слева из таксонамии всего рода. В данном случае мы видим, что по Югу Африки у нас распространены определенный набор представителей данного рода. Мы выбираем тот кону, который нам необходим. Можем сократить, следовательно, поиск, что отобразится также на карте. И мы видим только лишь представителей 102 записи, которые, как вы понимаете, попали и из коллекции, и с платформы iNaturalist. Затем нам необходимо выбрать только лишь те записи, которые у нас находятся в гербарных коллекциях, к примеру. И таких, допустим, вот в гербарии P, это акроним парижского гербария, находятся всего три листа. То есть достаточно редкий для данной территории представитель. И на самом деле это не очень много записей. Переходим в галерею. Вы можете видеть эти фотографии от сканированных гербарных материалов из коллекции парижского гербария. Вот она точка. Но, к примеру, нам необходимо выгрузить не такой небольшой набор данных, а все по виду Птерис-Витата по всей территории планеты Земли. Мы убираем этот полигон, убираем ограничения по коллекции и видим, что в мире 4080 записей наблюдений, как из природы iNaturalist, так и, если опускаться в самый низ изображений, из гербарных материалов. Опять же, давайте ограничим набор данных, чтобы у нас данные скачались быстрее, то есть за период просмотра ролика. И выберем, к примеру, гербарий только из Эдинбурга с акронимом E. Там у нас 336 записей, что видно также и по карте, то есть сборы, которые были произведены в данных участках, и они хранятся в Эдинбурге. В таблице вы видите краткий вариант. Здесь как присутствуют координаты, так и есть гербарные листы там, где нет геопривязок. Это нормальная ситуация, особенно для старых гербарьев. И когда вы произвели все вам необходимые ограничения, выбрали таксон, выбрали территорию, выбрали коллекцию, то есть датасет, из которого вы будете выгружать данные, мы переходим во вкладочку «Загрузить». Здесь, как я вам говорил, необходима регистрация для того, чтобы выгружать данные пакеты, либо воспользоваться аккаунтом Google, либо Facebook. И в данном случае вы нажимаете «Архив Darwin Core», соглашаетесь с правилами цитирования, которые вы обязаны будете сделать, если используете данный материал в научном проекте, в научной статье. И в списке литературы вы должны процитировать подобным образом, как здесь указано в примере, данный пакет, который вы в данной ситуации выгружаете. То есть эта цитата, она также отобразится в текстовом документе архива Darwin Core. Сейчас произойдет некоторый сбор с серверов данных записей, и все сформируется в архив, который необходимо будет распаковать, и извлечь из него определенный файл, ну и также при необходимости воспользоваться другими. Как видите, сейчас завершается процесс сбора этого пакета. И, как правило, это занимает, если пакет небольшой, несколько минут, но если очень большие пакеты, которые могут весить мегабайты в таблице CSV в Excel, когда вы будете открывать, они могут загружаться до получаса, до часа. Нажимаем кнопочку «Загрузить». У нас скачался архив. Обратите внимание, что данный архив также приходит к вам на почту. Вот у меня пришло шестое письмо. Это как раз ссылка на скачание данного архива. Очень удобно, так как она хранится на почте и несет с собой дополнительные все сведения той информации, которую вы запросили. Далее, в данном архиве с прочими файлами вы можете ознакомиться. Здесь как раз указание цитаты, которые вы должны произвести на данный архив, прочая информация со ссылками из данного пакета, который вы выгрузили. Но вас будет интересовать файл «Акьюранс». Его необходимо открыть в Excel. И открыв данный файл в Excel, либо аналогах других, как в данном случае Numbers, вы видите много столбиков. И на первый взгляд вам эта информация немножко напоминает ту, которую вы видели в таблице на ресурсе JBIF, так как вот коллекция «Единбург», с которой был скачан материал. Дополнительные некие сведения. Это означает, что этот образец был взят из коллекции, а не из природной среды, как натуралист. Каталог «Намбер», то есть внутренний инвентаризационный номер. И дополнительные сведения, которые вы не знаете точно, как прочесть, но можете предполагать. На самом деле, вот эти термины, которые указаны в названиях столбцов, это у нас так называемая спецификация Darwin Core. Как ее правильно прочесть, как в ней ориентироваться? Для этого мы переходим во вкладку gbif.ru и можете ознакомиться со спецификацией Darwin Core, которую в свое время перевели в Институте математических проблем биологии РАН Максим Шашков и Наталья Иванова. Выбрав по ссылке текущую версию Darwin Core, вы можете увидеть перевод этих терминов, которые вам встретятся в таблице. Если среди всего массива вам тяжело сориентироваться, то тогда можете организовать поиск, выбрав автор, то есть автор, описавший таксон. Следует прочесть верно в таблице вот с таким названием столбика. Затем место, место расположения, либо место расположения дословно, как это звучит в этикетке. Это verbatium locality. К примеру, долгота указывается следующим образом. Долгота дословно, опять же так, как указано в этикетке. При этом здесь определенное количество терминов переведено, а полное вы можете увидеть на англоязычной версии сайта, где как раз поиск вы уже будете организовывать по-другому. 21 совпадение по долготе, так как указано в этикетке. И вы можете увидеть описание данного термина, пример, как это должно выглядеть, и сам термин и спецификации Дарвин Кур. К примеру, высота. Так как высота звучит в этикетке, так как необходимо ее указывать в минимальных, максимальных значениях, и так как вы встретите в выгруженной таблице. Следовательно, в данной таблице вы можете оставить только те термины и информацию по ним, которые вам нужны. Вот мы встречаем наиболее важные, те, которые используются в дальнейшем при построении карт в ГИС-программах. и можете увидеть значения, которые либо присутствуют, либо отсутствуют. От этого на самом деле сама ценность пакета зависит. В фильтре электронной таблицы вы можете настроить, отображать строки только лишь с координатами. Как видите, я сейчас удалил все ненужные мне столбцы, оставил только лишь значения координат и название вида. При этом вы можете добавлять значения каким образом. Либо повторив сборы некие и произведя фотофиксацию в природе через iNaturalist предоставить данные сведения в GBIF. Либо из гербарной коллекции дополнить сведения по привязкам географическим. Здесь значения указаны координат десятичные. По указанию в формате градусы, минуты, секунды вы можете воспользоваться любым конвертером и перевести значения координат градуса минуты секунды в десятичные. Указав здесь и дополнив данную таблицу и использовав в дальнейшем в работе. Но на самом деле этой таблицы достаточно для того, чтобы продвигаться дальше по курсу и выполнять практические задания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok